Приветствую вас! Ну, смотрите, какая получается ситуация. Значит, у вас есть отношения к Борису, которые явно идут из детства и которые на самом-то деле никогда не завершались. Отношения с Игорем, отношения с Игорем, на этот момент, на данный момент, на момент отношений к Борису, были своего рода надстройками, да, то есть надстройками, над отношениями к Борису. И вы всегда, Игорем, пытались заменить Борис, скорее всего. И первое здесь, мне представляется, первое и самое важное мне представляется здесь, это принятие личной ответственности за себя. Т.е. прятать чувства к Борису вам не нужно. Прятать чувства вам не нужно. Потому что, чем больше вы чувства свои заглушаете, тем сильнее они прорываются. Ну, такие вот чувства. Куда от этого не деться, к сожалению. Другое дело, что нужно понять, нужно понять, что на медведе, какие желания, какие потребности заставляют вас раз за разом прощать человеку, его такое отношение к вам, что заставляет вас снова и снова возвращаться к нему, к нему. Вот когда вы говорите, что он сделал так, что чувства снова разогрелись, когда вы говорите, что он сделал так, то лично я в этом видео, опять же, снятие с себя ответственности. Простите, пожалуйста, если вам подобные вещи неприятны. Могу себе это, в принципе, довольно легко представить, что вам может быть неприятно. Это что-то я говорю. Но получается так, что это Борис виноват в том, что у вас снимут чувства. Хотя, на самом деле, Борис всегда он вас использовал. А вы, вы, как бы, позволяли ему, и позволяете до сих пор, как я понял, себя использовать. Но есть вопрос в том, почему. Вот почему вы позволяете ему это делать? Почему вы позволяете ему использовать себя? это, на мой взгляд, является самым важным вопросом. Далее. Значит, помимо ответственности вашей личной, нужно, чтобы вы определились со своими приоритетами. То есть, вам, собственно говоря, вообще, вообще-то, какой мужчины нужен? Борис, который дает, вроде бы, духовное наполнение, но который, при этом, очень непостоянен. Или Игорь, который, может быть, и нелюбим, но зато дает определенную стабильность, и, в общем-то, на него можно положиться. Далее. Почему Игорь вам противен? Чем и Игорь вам противен? Ну, и самое главное. Если он вам противен, почему и зачем вы зачиняли с ним ребенку? Для чего вы это делали, если, например, знали, что вы его не любите? Ну, допустим, вот, допустим, да? Значит, зачем вы это делали тогда? И как быть теперь ребенку? Ведь вы, по сути, получается так, что вы ребенка своего оставляете, получается, без отца, папы, только потому, только потому, только потому, что изначально у вас не было чего с ним. Игорь. То есть, я полагаю, что вам нужно больше брать на себя ответственность. То есть, вот, вы сказали, что в одиннадцатом году вам было 17, соответственно, сейчас, а сейчас вам, так, сейчас вам 22 года. 22 года это уже тот возраст, когда, в принципе, пора. Пора брать на себя ответственность и реализовывать себя как личности, как профессиональный субъект, и так далее. Вот. И, также, очень важный вопрос, что заставило вас так быстро родить ребенка, так, так, рано родить ребенка. Вот. Кроме того, вот вы говорите, что встречались с одноклассником Борисом встречались один месяц, и любовь у вас была очень сильная. Ну, предположим, что вы были подростками, и, в общем-то, действительно, это было так. Но, у тебя все уже не так. Сейчас, вы взрослая. И, хотелось бы, чтобы вы понимали, чего хотите вы, и что для этого можно сделать. Чего хочет Борис, и что он для этого делает. Какие ценности у вас? Какие ценности у Бориса? И тогда, если вы определите для себя свои ценности, ну, у вас появится реальная возможность, реальная возможность сделать так, что Борис вас больше не потревозит. Вот не потревозит он вас больше. и не потому, кстати говоря, не потому, что вы будете прятать к нему чувства. А прятать к нему чувства, это означает подавлять себя. Подавлять себя не нужно. нужно просто понять, чего вы хотите. И нужно, наконец, взять на себя ответственность. перед на себя, на ребенка, на Игоря, который ваш муж пока еще, и разобраться основательно с собой. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личику. Буду рад помочь. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите, значит, я вам обязательно на них отвечу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!